Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Проблема демаркации границы Армении в 1920 году. Омбудсмены глава офиса ЮНИСЕФ в Армении обсудили вопросы обучения детей в приграничных сообществах. План создания Зангизурского коридора противоречит жизненным интересам Ирана. Россия и Турция решили не раскрывать подробности совместного производства систем С-400. В университете Дуйсбург-СМ проходит международная конференция, посвященная Дерсиму. Исчезновение памятника Варцаха будет означать для человечества безвозвратную утрату. Новости Ватикана. 18-й международный конкурс имени Хачатуряна пройдет в области виоленчели. Прием заявок начался. На основании исследования, проведенного 15 сентября 2021 года, хочу ознакомить вас с правовой реальностью демаркации границ Армении. В 1918 году после перемирия Ярзынка большевики России, решив в вивости своей войска из Западной Армении, сдали декрет о Турецкой Армении, оккупированной Россией, который предусматривал как вывод российских войск, так и самоопределение армян до обретения независимости. От Мудросского перемирия до арбитражного решения 28-го президента США Вудро Вильсона вопрос независимости Армении становится вопросом международного права. Президент Западной Армении Арменек Абрамян. Статья полностью доступна на нашем сайте. Защитник прав человека Республики Армении Арман Татоям встретился с руководителем армянского офиса ЮНИСЕФ Кристин Вейгант. Арман Татоям высоко оценил активное сотрудничество с ЮНИСЕФ в области защиты прав детей. В ходе встречи обсуждался вопрос защиты прав детей в приграничных сообществах, ставших приграничными из-за недавней войны. Арман Татоям представил нарушение прав детей, в частности, нарушение прав на образование. Он отметил, что в некоторых районах азербайджанские вооруженные силы дислоцируются в непосредственной близи от школ, что абсолютно недопустимо и противоречит международным требованиям по защите прав детей. Иранолог Жанна Вартанян сослалась на заявление президента Ирана Ибрахима Раиси о приграничной напряженности между Арменией и Азербайджаном. По ее мнению, Иран продолжит продвигать свою позицию по поводу недавней пограничной напряженности, согласно которой он категорически против изменения границ стран региона. Иран неоднократно заявлял, что неизменность границ стран региона, в частности Армении, является для него красной линией. Иран более интенсивно заявлял об этом в последние месяцы, когда иранно-азербайджанские отношения стали достаточно напряженными, сказал иранский эксперт. По ее словам, план создания так называемого Дзенгизурского коридора противоречит жизненно важным интересам Ирана во многих отношениях. Ликвидация границы с Арменией – реальная угроза Тегерану, потому что в этом случае транзитное значение Ирана уменьшится. Они потеряют рычаги влияния на Азербайджан, тем более, что Иран обеспечивает связь между Азербайджаном и Нахиджеваном. Россия и Турция договорились не объявлять о совместном производстве компонентом зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Он подчеркнул, что этот вопрос является чувствительным для обеих стран. Россия и Турция подписали в 2017 году соглашение о поставке Москвой в Анкару зенитно-ракетных комплексов С-400. Таким образом, Турция стала первым членом НАТО, купившим эти системы у России. Решение Анкары вызвало негативную реакцию как США, так и организации Североатлантического договора. Из декабря 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против Турции. Конференция под названием «Непризнанный Геннадзид Дерсим» будет проведена в Университете Дуисбург-Эссен с 18 по 20 ноября в сотрудничестве со многими организациями. В конференции примут участие многие ученые и писатели. Сосеи, которые пройдут в университете, будут транслироваться онлайн на YouTube и Zoom. В официальном информационном бюллетене Святого Престола Ватикан Ньюс была опубликована статья, в которой говорилось об агрессивных действиях Азербайджана на восточной границе Армении. В разделе «Искусство и культурное наследие» говорится, что в дополнение к глубокому беспокойству за будущие тысячи перемещенных лиц, после прошлогоднего прекращения огня, международное сообщество уделяет пристальное внимание богатому культурному наследию региона. Это по-прежнему считается центральным вопросом. Год назад прозвучали четкие послания о защите культурного наследия Арцаха. Наша обеспокоенность сильно возросла в результате многочисленных сообщений о двойных бомбардировках собора Газанчицот в Шуши, и особенно о случаях осквернениях. По сути, речь идет о 4000 исторических, религиозных и культурных памятниках Арцаха, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана. И каждый из них считается мощным культурным наследием. Их исчезновение будет означать безвозвратную утрату для человечества, говорится в статье. В 2022 году 18-й международный конкурс имени Хачатуряна пройдет в области виолончели. Процесс подачи заявок уже начался. Срок подачи заявок – до 2022 года, 10 мая. В конкурсе могут принять участие виолончелисты в возрасте от 16 до 35 лет. Цель конкурса Хачатуряна – выявление талантливой молодежи, популяризации и творчества Арама Хачатуряна в мире. Следует отметить, что конкурс хорошо известен в мировом музыкальном мире и является членом Всемирной Федерации международных музыкальных конкурсов. Организатор конкурса – культурный фонд Арама Хачатуряна. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok